В предыдущем выпуске мы с вами смотрели модный современный город Грозный. В этом же выпуске мы уехали из Грозного, но не уехали из Чечни. Мы отправились смотреть достопримечательности, которые окружают город, находятся в Чечне. Первый наш пункт назначения – это Широюрт. Здесь вот, собственно говоря, я и нахожусь. Это этнографический музей. Широюрт переводится как «старый город», «старое поселение». Субтитры создавал DimaTorzok И сюда вам стоит приехать, здесь, кстати, немноголюдно. Сюда вам стоит приехать, если вы хотите почувствовать атмосферу прошлого и как здесь жили люди. Здесь можно походить, зайти в каменные домики. Здесь можно увидеть, как бегают курицы и цыплята. В общем, очень прикольно. И сделать какие-то такие деревенские фоточки. На газиной АМ дорога просто супер. Ребята, я, честно говоря, не ожидал. Мы сейчас, получается, на высоте. У меня часы показывают 1825 метров в данный момент. И красота вокруг невероятная. Просто нереальная. Даже в сравнении с Дагестаном, когда катаешься по каким-то местам, то там, конечно, дорога разбитая много где. И сюда мы въезжали в заповедную зону. Нас остановили пограничники. Они, значит, вежливость. Конек. Ребята, вежливость – это чеченский конек. Остановили пограничники. Сказали, что нужно зарегистрироваться. Мы зарегистрировались. Не отдавали ни рубрика. И при этом нам пожелали хорошего дня. Сказали, куда поехать. Сколько ехать. Просто вообще настроение после этого идеальное. Прекрасно. А сейчас показываю вам вау. В 106 километрах от Грозного, где мы провели две ночи, на границе Веденского района Чеченской республики и Батлихского района Дагестана, на крутом склоне Андийского хребта, расположено озеро Кизиной-Ам. Предположительно, оно появилось здесь более 600 лет назад, после крупного оползня, который перегородил реку. Здесь водятся редкие виды форели. И у берегов озера можно найти лодочки. Несмотря на то, что некоторые называют это озеро Антийским морем, купаются здесь немногие. Все из-за температуры воды, которая не поднимается выше 18 градусов. Поднялись на базу Кизиной-Ам. Здесь сразу же отель Кизиной. Здесь есть и ресторанчики, и беседки. Здесь есть конные прогулки, пешие маршруты вокруг озера. Здесь можно покататься на лодочках. Нас застает постоянно дождь. Не могу сказать, что врасплох. Несахарные красота, виды потрясающие. В нескольких километрах от озера находится древнее чеченское село Хой. Название села в переводе с чеченского означает «стража» или «дозор». Даже по современным меркам, село было большим в свое время. В 1867 году, согласно переписи Ичкерийского округа, в селе было 195 домов и проживало порядка 2000 человек. Люди селились в этих местах, начиная с X века, а может и раньше. В 1944-м все люди отсюда были депортированы. И в советское время оно стало памятником архитектуры и точкой на экскурсионном маршруте. Но позже руины древнего поселения станут прибежищем боевиков, до полной их ликвидации. До недавнего времени древние руины были никому не нужны, и было много споров о целесообразности восстановления. Но село восстановили. Можно сказать, в первозданном виде. Восстановлены сторожевые и жилые башни, дома жителей села, мечеть. Считается, что сторожевую башню возвели здесь между X и XIV веками. Такого типа башни можно встретить в разных частях республики. Строились они так, чтобы из верхнего этажа была видна башня соседнего села. Так была выстроена целая система укреплений и башенных комплексов. Так стражи, с помощью разжигания огня на верхнем этаже башни, могли за несколько минут оповестить жителей всей горной части Чечни. На расстоянии нескольких десятков километров о приближении врага. Сколько всего видели эти древние стены? Обратите внимание на кладку, сделанную без использования цемента. Все каменные постройки того времени были сооружены без раствора. Каждый камень сантиметр к сантиметру подтачивался. В наши дни при реставрации старых зданий применяется цемент, что не допускалось в этих краях какие-то сто лет назад. Сейчас таких мастеров каменных дел найти очень сложно. Восстановление этого места говорит нам о том, насколько тесна его история вплетена в культуру народа Чеченской Республики. Именно здесь, в горах, рождалась сила, равновесие, мужество и смысл жизни. Это не просто село. Это их память, история, часть души. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok